Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. Сегодня с вами Ольга Дуброва. Сегодня мы с вами сделаем такой маленький экспресс-обзор. Коль уж мы с вами говорили о подзимнем посеве, то поговорим коротенько о том, какие условно однолетние и однолетние растения радуют нас даже после первых заморозков. И с ними еще можно делать какие-то манипуляции, вносить помещение, если хочется, потому что некоторые из них многолетние. По своей сути, по своей природе. И, конечно же, можно еще любоваться их красотой до заморозков вплоть до минус 3 градусов. Вот сегодня был ночной заморозок у нас порядка минус 2 градуса. И, как вы видите, даже рядом со мной я специально встала около тех растений, которые перенесли этот заморозок, не потеряли своей декоративности. Это для кого-то может быть открытием. Это называется по-латыни сальвия фаринацея или сальвия мучнистая, или, если кому-то нравится шалфей, мучнистый. Почему мучнистый? Потому что на стебелечках и на обратной стороне листочка иногда присутствует такой легкий, сизый налет. За счет этого и сальвия фаринацея. По своей природе она многолетняя, но у нас не выносит тяжелых наших зимних условий. Цветет продолжительно и образует многочисленные, как вы видите, побеги. Здесь насыщено фиолетового цвета, но существуют хоть и немногочисленные, но сорта, которые отличаются друг от друга, а не так, как что-то сортом назвал, а в чем его отличие, не пойму. Есть абсолютно белые окраски с сизым явным налетом, есть более насыщенного темно-фиолетового цвета с ярко выраженным сизым налетом на побегах. Здесь он у старых цветоносов фиолетовой окраски, а есть с абсолютно сизым налетом. Есть сорта, у которых нижняя губа с белым пятнышком, либо наоборот верхний парус цветочка белый, нижний, фиолетового разного оттенка. То есть можно подобрать свой цветник, сорта сальвии мучнистой, с различными цветовыми окрасами. И рядом со мной такое растение, для кого-то может тоже будет в новинку, называется оно горец восточный, полигоном ориентали. Чем он хорош? Он хорош тем, что в любое время его роста он является декоративным. Семена уже вызрели, поэтому они осыпаются, и на следующий год, благодаря все той же стратификации, благодаря тому, что промоются вещества, которые содержатся в оболочке, мы получим здесь дружные всходы, даже если земля будет перепахана на глубину сантиметров 20. Все равно они оттуда прорастут, перевернутся, и мы будем наблюдать дружные и здоровые всходы весенние. Стебли у него, как у всяких горцев, мощные, с такими коленцами, и даже сам куст, как я уже говорила, не цветущий. Благодаря такой динамичной зелени он всегда выглядит выигрышно, особенно в сочетании с другими растениями. Благодаря окраске листвы и благодаря окраске нежных розовых соцветий. Посев иногда доставляет трудности, потому что необходимо либо замачивание в течение двух суток семян, либо лучше всего посеять подзиму. Как мы уже с вами как-то говорили про подзимный посев. Еще какие растения хорошо сохраняются после первых заморозков, и если их не додушивает дальнейшая низкая температура, ниже 5 градусов. Это практически все вербены. Вербена жесткая. Вербена нам всем известная, гибридная. Вербену жесткую я вам покажу далее на грядочке. Вербена Тенуисима по латыни называется сорт Imagination с очень оригинальным строением соцветия. И создается впечатление, что она зацвела вдруг. Вот вчера зацвела, а сегодня мороз. Нет. Я вам покажу, как расположены были цветочки на цветоносе. И цветет она, начиная с середины июня и до самых поздних заморозков. И еще хорошее растение, может быть, кому-то оно покажется немножко неряшливым, таким неопрятным. Это сальвия веридис. Сальвия зеленая. Она бывает различной окраски или хорминум. Она еще называется хорминовая сальвия. Там декоративность соцветию придают не, собственно, цветки, а прилистники. Они бывают бледно-розовые, нежно-лиловые, фиолетовые окраски, либо белые. Как мы с вами потом посмотрим, она так и называется белый король. Конечно же, виолы, которые мы с вами, возможно, кто-то посадил рано весной, они сейчас продолжают свое цветение. Ну и про виолу мы знаем, что она холодостойкая. И если мы ее бы посеяли в июне месяце, через грядки пропустили бы, сейчас осенью посадили бы ее на постоянное время, и тогда бы она зацвела весной. А при посеве весеннем, ранневесеннем посеве, где-нибудь в феврале месяце, начиная с начала февраля и заканчивая начало марта, мы получаем постоянно цветущую виолу. Может быть, не столь пышного цветения, но все равно цветок оригинальный, является мотивом для многих художников, вышивки, все прочее такое. Конечно же, холодостойкое растение это матиола, все ее сорта, либо левкой. Левкой, если даже и не зацветает в первый год, но можно сохранить его в каких-то холодных парниках, так, чтобы он не вымерз. Делаем прикупку, как обычно, методом, немножко наискосок, под углом 30 градусов, присыпаем, и потом, когда хотим получить ранневесеннее цветение, извлекаем, и получаем тогда цветущий левкой, зимний левкой, так называемый. Хорошо переносит низкие температуры сорта астро-китайской. Конечно, некоторые сажают их, и потом немножко забывают на легких почвах, быстро происходит высыхание поверхностного слоя, а корневая система у астры мочковатая, и основные корешки расположены в верхней части. Поэтому получается так, что вроде бы осенний цветок, но в середине сентября он вдруг отцвел, увял, завязал семена, и все уже совсем некрасиво стоит. Это потому, что вы не обеспечили питание и своевременный полив, потому что обратим внимание, как ведет себя астра, когда за ней ухаживает и когда просто на произвол судьбы. Астра не боится заморозков, и поэтому ее смело тоже можно высевать под зиму. Многие злаки сохраняют свою декоративность в этот период и не боятся возвратных заморозков. Ну и еще за счет того, что все-таки такое хитрое устройство соцветий, даже если соцветия у злака вот цвели, они все равно сохраняют некоторую декоративность и привносят в наш сад воздушность и такую своеобразную романтику, шерест травы, покачивание колосков, ну и все такое с этим связанное. Какие еще растения? Очень хорошо высевать, потому что это будет очень такое взаимовыгодное произрастание, взаимовыгодное сотрудничество. Различные люпины, как многолетние, так и однолетние. Вы знаете, что на клубеньках образуются азотофиксирующие бактерии, поэтому однолетние люпины тоже можно высевать. На зиму просто срезать верхнюю часть, а можно ее и закопать в почву, потому что получится такой зеленый сидират, который лето нас радовал, а осенью можно закопать его, как мы закапываем другие сидираты. Люпин, к тому же, кроме того, что выдерживает заморозки, он еще в солнечный день распространяет необыкновенные ароматы, подобные ароматам резиды, либо мотиолы, очень парфюмированный запах, который понравится, мне кажется, любому, не такой назойливый, как у резиды. Ну, это, конечно, будут космеи, хоть она тоже считается немножко таким банальным растением, но современные сорта позволяют, мне кажется, посадить космею на любой вкус, различной высоты, различной окраски цветка и различной даже степени махровости. Есть абсолютно махровые, есть полумахровые, когда видна серединка из трубчатых цветочков, и с различной окраской лепестков. Поэтому космея еще хороша тем, что я ее рекомендовала для подзимнего посева, но не этим она хороша, а тем, что она дает самосев. Поэтому всегда можно регулировать ее всходы и не думать о том, что посадить на следующий год в этом цветнике. Она всегда придет на выручку и заполнит все места, которые бы не успели заполнить чем-то более капризным. Как мне кажется, малораспространенное растение скобиоза. Скобиоза стелата, скобиоза звездчатая. Вот мороз вообще никак не отразился на ее самочувствии за счет такого нежного опушения на стебельках и листьях. Хорошо выглядят как соцветия, так и уже семена в таких круглых головках шаровидных. Их можно, те, которые недостаточно вызрели, потому что те, которые имеют уже полную спелость, они даже и сами от наших движений начали осыпаться. Видите, легкое прикосновение и головка разрушается. А те, которые еще не имеют полной спелости, можно срезать. Конечно, лучше это сделать до заморозков. И вот получится такой красивый букет из сухоцветов, а можно потом прокрасить и к Новому году сделать красивые композиции. Все рудбеки хорошо чувствуют себя и переносят легкие заморозки тоже за счет опушения на лепестках. И многие эшольцы сохраняют свою декоративность, особенно те, которые посеяны в более поздний срок либо успели развиться от самосева. Единственное, что цветки, соцветия у эшольца в холодную пору, в мрачные дни будут несколько закрыты и не будут предоставлять такой декоративности из себя. Конечно, сохраняет декоративность матрикария. И несмотря на то, что температуры уже низкие, и, конечно же, растение не развивается, но сохраняет свою декоративность благодаря тому, что это иммортель, такое слово, либо по-простому бессмертник, гелихризум брактеатум, и растение хорошо сохраняет свою декоративность. Ну вот, мне кажется, такой краткий обзор и то позволяет понять, что легкие заморозки не страшны для наших любимых цветов, будь то они многолетние или однолетние. Поэтому желаю вам успеха выращивания. Подбирайте в своем саду такие растения, которые не боятся заморозков и как можно дольше радуют нас своим цветением. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! До новых встреч!